Так что, в общем, рабочая неделя. Завтра, если что-то будет, то по ходу дела быстренько всем будут сообщать. Рабочий день лучшего педагога при Ангаре начинается с планёрки. Должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе обязывает. После совещания сразу к детям. Елена Черных – классный руководитель второго класса. Это первый урок, который она проводит уже в новом статусе – лучшего учителя Иркутской области. Всегда может помочь, если нам что-то не удаётся. И ещё мне нравится, что всегда она поддерживает нас в трудную минуту. Подготовка к конкурсу «Учитель года» заняла много времени, но на учебном процессе это не отразилось. Такой активности завидуют многие коллеги. Поэтому, когда встал вопрос, кого выдвигать на конкурс, сомнений не было. Это человек, мастер своего дела, высокопрофессиональный, эрудированный, который не останавливается на достигнутом, постоянно самосовершенствуется. Она полна идейми, которыми заражает нас и не даёт жить спокойно. С ней интересно жить, существовать, комфортно работать. Это человек-новатор. Чтобы постоянно оставаться в форме, Елена три раза в неделю по два часа занимается в спортивном зале. Это единственное хобби, на которое хватает времени. Это хорошая разрядка, замечательное времяпровождение, удобно, красиво, для фигуры полезно. В напряжённом распорядке дня Елена Черных всегда старается уделить время семье. Особенно сейчас, после конкурса. До смотра все силы были направлены на его подготовку. Теперь учитель года может прогуляться со своей дочерью Ольгой. Девушка по стопам мамы не пошла. Решила стать экономистом. Сейчас учится на втором курсе. Вот так вот сложилось, что стала учителем начальных классов. Нисколько не жалею. Это профессия моя. Вообще, я считаю, что когда учитель плюс призвание – это самое счастливое стечение обстоятельств. Наверное, у меня это сложилось. Я очень хочу надеяться, что это действительно так. Детская непосредственность, их открытость. И очень отчётливо понимаешь, что от того, насколько хорошо с ними сработаешь, зависит их дальнейшая жизнь. Елена Черных, в отличие от многих своих коллег, в детстве не мечтала стать учителем. Профессию выбрала в 11-м классе. Примером для неё тогда ещё школьницы была преподаватель истории. И вот уже 16 лет Елена сама в статусе педагога. Мама на работе и мама дома – это два разных человека. На работе она учитель, а дома она мама. И это никак не касается, не соприкасается. Теперь у Елены есть несколько месяцев, чтобы передохнуть и набраться сил. Ведь впереди новый конкурс. Иркутянка будет представлять при ангаре на всероссийском этапе. Он пройдёт в Татарстане на родине последнего победителя. Учителя региона надеются, что следующий всероссийский форум примет Иркутская земля. И все шансы для этого есть. Даниил Рудаев, Александр Мокин. Новости сейчас.